В редакцию нашего телеканала обратился один из телезрителей. По словам мужчины, ему пришла квитанция за электроэнергию с астрономическими цифрами. Наша съемочная группа разбиралась ситуацией и выяснила, как поступать в таких случаях гражданам. Некоторое время назад Сергей Гомонов вместе с женой купил домик в деревне Слободка, что под Тверью. При этом приобрели и современный счетчик для учета электроэнергии, который все сведения передают автоматически. Проблем никогда не было, пока не получили декабрьскую квитанцию за свет. Оплатив, в последний раз побывав на даче в октябре, в декабре к нам пришел счет на 2000 рублей на 800 киловатт. Там никого не было. Проехать туда практически невозможно. Сам Сергей инвалид второй группы, поэтому проблему пыталась решить его жена. Однако ни звонки по телефону, ни личный визит в офис энергоснабжающей компании ни к чему не привели. Несмотря на то, что есть четкие нормативы для реагирования на запросы потребителей. В соответствии с утвержденными регламентами на обращение, полученное по электронной почте, через мобильное приложение, личный кабинет, вайбер и ватсап в контакт-центр, ответ готовится в течение трех рабочих дней. На письменные обращения срок подготовки ответа клиенту не превышает 10 рабочих дней. Что касается самого факта передачи неверных данных, то тут могут быть самые разные причины. Брак прибора учета или технический сбой в рабочей программе самой компании-поставщика. При каждом таком случае потребителям надо обращаться либо по телефону горячей линии, либо через форму обратной связи на сайте Атомэнергосбыта. Кстати, ситуация с Сергеем Гомоновым успешно разрешилась. И платеж в 2000 рублей был отменен. В том числе и благодаря вмешательству нашего телеканала.